Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Пришли обильные комментарии на мое последнее видео о том, что я заблокирую. Блокирую. И я хочу немножечко, я уж постоянно рассказываю о себе, хочу еще немножечко донести свою мысль. Я не против официальной медицины, я не против народной медицины. Что лично для меня важно, когда в обеих этих медицинах прослеживается, допустим, заболевание от явных уже признаков, допустим, как с гайморитом, до его истоков. То есть меня интересуют причины и следствия, если народная медицина или официальная медицина рекомендует, ну такие есть рекомендации, работать только по своему знанию или по своему там незнанию, со следствием. Ну, допустим, опять-таки тот же гайморит, а гайморит, значит, мы непосредственно будем, медицина рекомендует, значит, проколы, промывать там и все там такое. Ну, масса последующих рецидивов, что опять все вернулось. То же самое народная медицина, ага, рекомендует, да, там попромывайте, то все, пятое, десятое, вроде бы промыли, вроде бы хорошо, а потом все возвращается на круги своя, опять. То есть я лично это проходил. И проходил не один раз, прежде чем дошло до меня, что есть причины, есть следствия. И пока ты не повлияешь на причину, все будет повторяться. Так у меня было, кстати, с геморроем. Да и с простудами было. У меня все практически было. Потому что за моими плечами уже целая жизнь, и я видел и то, и другое, и пятое, и десятое, и третье. И вот только, когда возникло понимание, что есть причины любого заболевания, которые, как правило, ну, если исключить там какие-то несчастные случаи, аварии, так уж, лежат в образе жизни человека, и которые дают следствия уже на его настоящую жизнь, то возникло понимание, что на первых парах, когда там, допустим, да, там, у вас там геморрой, болит, у вас там, допустим, гайморит, болит, что-то надо сделать такое, чтобы вот эту боль по-быстрому выснять. А вот потом, а вот потом надо работать с причинами. И еще разок повторяю, причины как раз лежат в нашем образе жизни. И пока мы их не поменяем, пока мы их не устраним, рецидивы заболевания того или иного будут постоянно повторяться. Мне понадобилась целая жизнь, чтобы понять вот это вот простое правило. И поэтому, написав книги «Целительные силы», я кое-что переработал в них, дополнил, и появились основы здоровья, в которых здоровый образ жизни рассматривается. Я не считаю себя ни целителем, ни врачом. Я хочу быть здоровым человеком. Здоровье наше находится в нашем образе жизни. И я рассматриваю образ жизни как главную составляющую нашего здоровья, процветания и прочее, прочее, прочее. Чтобы не допускать вот этих всех вещей. То есть я за именно профилактическую медицину, за здоровый образ жизни, чтобы вообще не допускать никаких заболеваний. А вовремя устранять их, изменяя образ жизни. Вот это такая, знаете, как бы сказать, первая часть вступления моего в нашу беседу. Чтобы было ясно и понятно, что за человек перед вами сидит. Целитель он, врач он или еще кто-то такой. Он такой же человек, который, добавок, взял ответственность за свое здоровье, на самого себя. Вы думаете, что кто-то берет ответственность за ваше здоровье, там, целитель или врач. Да ничего подобного. Нету такого. Могу так сказать, ну, вот это удачно прошло, а это неудачно прошло. Тут мы помогли вам, а тут мы бессильны. И что с вами будет в результате целительства или в результате лечения? Никто толком сказать не может, а так, ну, вот так оно должно быть. А тем более дать вам гарантию, а тем более держать ответ. Ваше здоровье, ваша жизнь. И вы должны за нее бороться, а не отдавать чужие руки. Спасибо. 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 Спасибо.